Вашему вниманию свежий разбор вреда, который озвучивают кремлевские пропагандисты на Раша ТВ. А Украину надо освобождать. Народ Украины надо освобождать. Землю украинскую надо спасать. Потому что тут мы очистим в конечном итоге от нацистской скверны. В принципе, старые эфиры от новых у путинских циркачей особо не отличаются. Ведь свои роли они исполняют строго по методичке. Обвиняют Запад во всех грехах и поливают грязью. Шествие борьбы с русским миром продолжается и в Латвии. Книги там уже победили, поэтому сегодня взялись за школьников. Латвийский депутат Андрей Погор рассказал, что латышские воспитатели в одном из детских садов заставляли маленькую девочку показательно при всех остальных детях по 10 раз приседать за каждое произнесенное русское слово. Европе, Америке не жалко. Они превращают жительницу в могильный круган. Это надо очень четко понимать. Уже сейчас то, что поляки творят с украинцами, показывает, что им не надо никакого украинского сельского хозяйства. Конкурентов никому не надо. Хвастаются своими мнимыми успехами, которые не имеют подтверждений. ВСУ снова поперли на российские позиции на запорожском направлении, массово кинули в бой на автовскую технику и опять неудачно. Просекла попытку крупного наступления ВСУ российской артиллерии. На этих кадрах нанесение массированных ударов по украинским войскам, которые пытались наступать на участке Работино-Вербовое. А еще ссорятся во время эфиров, как бабульки на базаре. Тем, что не ударил первым. А он не мог. Мог. И у него было все для этого. Тем, что позволял себя обманывать. Так вот. Тем, что мешал тому же самому конюшке, но что не поднимал оборонку. Эти сказки и бредни. Ну какие сказки и бредни? Ну как какие? Такие, как и у всех ваших программ. И сейчас мы их подробнее разберем. Все эти сказки и бредни. И начнем с Владимира Соловьева. Во время одного из эфиров у Володинки случился неожиданный конфуз. А все из-за того, что очень высокоинтеллектуальный гость программы немного оговорился. Вот послушайте. Я считаю, что в условиях объявленной нами войны, объявленной нами войны, всем, так сказать, объявленной нам войны, да? Нам. Да-да, объявленной нам войны. Нам войны, да. Я же так и сказал, по-моему. Там лишняя буква И была в конце. Нам. Нам. А, извините, да. Объявленной нам западом войны. Ну да, немного, так сказать, забылся. А потом еще раз ляпнул, не подумав. Наверное, после таких косяков скоро он в эфире не появится. Да, единственный вариант – это прямая угроза США. Но если мы к ней не готовы, тогда, значит, надо готовиться к другому сценарию. Конечно, не готовы. Ну, я не знал. Если мы не были готовы, мы бы не начинали. Ну, пока мы не видим к тому, что мы готовы. Варианты американцы делают. Какая Америка, если в России даже не справляются с украинскими дронами, которые иногда залетают к ним в гости? Нам надо готовиться к тому, что если ситуация будет стоять вот так. Будут теракты. Правильно. Абсолютно правильно. Причем не только по военной, а по критической нашей инфраструктуре. Деньги, кстати, на украинские дроны донатят сами россияне. 25 тысяч, как сообщили компетентные органы, российские граждане с территории России направляют деньги на поддержку ВСУ. 25 тысяч предателей, власовцев, нацистов в нашей стране. При этом, я так понимаю, что это минимальный цифр. Ну, а после НТА в эфире продолжились интересные домыслы. Такое чувство, что вот этот персонаж – гвоздь программы Соловьева. Он выступает практически во всех эфирах Володеньки. Все-таки цели, задачи должны быть. Что мы хотим? Что мы хотим? Украина, там, деноцифицированная, это все хорошо. Мы Киев берем или нет? Нам можно нашим солдатам сказать, где должен висеть наш план? Можете поставить четкую цель? Чтобы все понимали, чтобы все понимали, что... Минимум в Берлине. Владимир Владимирович, я бы и в Вашингтоне хотел. Должен быть нанесен какой-то обескураживающий удар. Для того, чтобы, знаете, они вот так, как в боксе. Человеку надо, давайте уже, я не знаю, нет правил никаких. Пошлем в нокаут, потом добьем ногами. Тут вариантов никаких не должно быть. Отметилась на этой неделе и пресс-алкаше Захарова. Нет-нет-нет, танцы уже в прошлом. Сейчас Захаровой не до этого. На еженедельном брифинге она заявила, что атака украинскими ракетами Севастополя проводилась в координации с американскими и британскими спецслужбами. Причем нет ни малейшего сомнения в том, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков. И реализовывалась подача и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами. А сейчас вашему вниманию программа «60 минут» и профессиональная вруния Ольга Скобеева. Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут» о самом главном. Этот давний и верный персонаж пропаганды врет и не краснеет. Один из украинских боевиков, у которого на рукаве вот же чертовское совпадение. Портрет Бандеры на черно-красном фоне. Жалуется, что у России больше дронов, больше артиллерии. И вообще все как-то пошло не по разработанному в штаб-квартире НАТО и Пентагоне плану. Может и не по плану, но дела у вас так себе. Официально представитель МИД Мария Захарова уверена, что Киев будет использовать. Американские ракеты «Атакамс» для террористических ударов по гражданской инфраструктуре в России. Помимо ракет в Киеве с нетерпением ждут истребители F-16. Ждут и они будут. Отчего у кремлевских попугайчиков подгорает конкретно и включается защитная реакция. Про-украинская коалиция сталкивается с нехваткой оружия и демонстрирует усталость от бесконечного вишлиста президента Зеленского. В Нью-Йорк Таймс уже подсчитали, какое количество территорий России и Украины заняли за почти год боевых действий. И хотя, как листит издание украинцам, линия фронта почти не изменилась. Россия с 1 января 2023 года заняла на 302 квадратных километра больше, чем удалось занять Украине, хотя наступала именно украинская армия. А вот еще одна очень хорошая новость, по мнению Скобеевой. Итак, мы рассчитываем, что прагматизм возобладает, и зарубежные инвесторы вернутся в Россию, заявил премьер-министр России Мишустин. Он подчеркнул, что экономика России проходит через масштабную трансформацию и наиболее сложный период уже позади. Позади, но не совсем. Ведь цены в России растут не по дням, а по часам, что очень даже возмущает пропагандистов. Путин сегодня провел совещание с правительством, где начал разговор с самой горячей темой – цен на бензин. Президент рассказал, что только за вчерашний день бензин снова почему-то подорожал. Речь о заправках. А кто-нибудь может мне объяснить, какого х**а такая цена на бензин? Вот просто реально интересно. Действительно интересно. У нас такое количество умных людей, экономистов. У нас все все знают, все все понимают. Крипто-х**лы пробрались и оккупировали нефтянку? Не, ну просто интересно. Эта новость так разозлила Соловьева, что он сам готов бороться с этими негодяями. Хотя истерика в эфире для Соловьева – это уже норма. Поэтому я хочу фотографии, фамилии, имя, отчество. Всех, кто имеет отношение к такой цене на бензин. И на горючку. Но чтобы они отвечали. Не делали умные лица, не ходили по кабинетам. Отвечали перед народом. Вот так. Просто и ясно. Еще раз повторю. Не можете во время войны сдать! Сдайте активы, которыми вы не способны управлять. Ну и напоследок, не отстает от других пропагандистов, один из самых титулованных ведущих России – Борис Корчевников. Я всегда привык слушать сердце, оно не врет. Свою программу о жизни и творчестве известных людей Боренька превращает в кузню пропаганды вместе со своими звездными гостями. Здесь копия письма, я сделал ксерокс, это не оригинал, но почерк все равно детский почерк, никуда не деть. Меня зовут Лиза Скотникова, мне 13 лет, я живу в Луганске. Я благодарен Ярославу за то, что его творчество и его песни делают меня сильнее. На этот раз он пригласил российского певца и кремлевского пропагандиста-шамана, который практически все свои песни посвящает родине и поет о ее величии и величии русского народа. Ну, посмотрим, что будет дальше. Хотя и так понятно, в России добра не видать. А вот все эти прихвостни будут очень быстро бежать, как только станет еще хуже. Ведь жить по приказам царя становится все тяжелее. Редактор субтитров А.Семкин